Тут слишком большие налоги в Украине. Я бы в идеале сделал Украину страной одного налога, и это было в НДС. Почему? Потому что это легко контролировать, конечно, оно не должно быть, это должны все платить и так далее. Почему? Потому что налог на прибыль, налог на любые подоходы налога и так далее. Вот, например, поляки сейчас, Качинский мой друг победил на выборах Польши, молодежь от 26 лет освобождена от подохода налога. Почему? Потому что они не хотят, чтобы молодежь уезжала. А в Украине скоро молодежь не останется, чтобы никого будет особо ждать. При этих налогах работать чисто невозможно. В любом случае надо упорядочить, но налоги надо снижать. Есть твердые вещи для того, чтобы... Треба помогти людям встать на ноги. Есть дирегуляция. Что такое дирегуляция? Дирегуляция это когда вот все эти дебильные справки, доведки, разрешения и так далее не нужны. Вот, например, Рео, ты стоишь не 17 часов, если не заплатили 300 долларов, оформляешь за 10 минут. Это называется дирегуляция. Что все упрощается, чтобы получить разрешение, бизнес-открытие и так далее. Все очень просто. Это хорошо. И этот парламент, кстати, это начал делать. Но, делая это, не снизим налоги, все равно это будет дорога куца и хромая. Потому что, почему я рассказываю? Потому что они боятся снижения налогов, потому что МВФ не разрешает. И они говорят, мы тоже так рискнули. Но как только ты снижаешь налоги, ты расширяешь налоговую базу. У тебя будет меньше доходов, а больше доходов. Потому что гораздо больше людей увидят смысл иметь дело с государством, а не все время куда-то там через одни там эти каналы все это делают. Надо понять, что при этих таможенных тарифах работать честно невозможно. Только снизим эти тарифы, отменив большинство из них. Только снизим налоги. Вот сейчас они были, сегодня президент подписал закон про кассовый аппарат. Надо упорядочить эту сцену. Но это касается огромного количества простых людей, которые работают через ФОП. И не потому, что им так приглянула с формой, красиво звучит ФОП. А потому, что это единственный метод было выжить при таких больших налогах. И сейчас главное защитить маленького человека. Когда говоришь А, сказать и Б. Если ты начинаешь с ФОПов, то надо было, конечно, начинать с олигархов сначала. А потом, да, упорядочить. Там мало будет А, пана Михайловна. Там мало будет А, а не на ФОПа. Мы об одном и том же. Разумеете?